Больше 10 уголовных дел поступило в Ангарский городской суд по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. В числе фигурантов зав. кафедры вуза – 9 студентов, абитуриент и трое посредников. Учащиеся они или коллеги педагога следствие пока не раскрывает. Сегодня на скамье подсудимых первокурсница Таисия. Как следует из материалов дела, девушка за лояльность на экзаменах передала преподавателю 50 тысяч рублей. Моя подсосчитанная в данном случае раскаялась в содеянном, вину полностью признала. Более того, характеризуется положительно, не имеет административной ответственности, не привлекалась. В силу молодого возраста имеет снисхождение, так как полностью изобличила еще своих соучастников преступников. То есть заключилось досудебное соглашение. В целом, прошу применить к ней статью 64 и назначить наказание ниже нижнего раздела. По данным обвинения, эпизод произошел летом 2015 года. Будучи еще абитуриенткой, подсудимая, не пожелав сдавать вступительные экзамены по математике, физике и русскому языку в общем порядке, договорилась с завкафедрой о послаблении. Передав педагогу сначала 30 тысяч рублей, девушка уехала отдыхать. А по возвращению, когда экзамены сдались, сами по себе доплатила недостающую сумму. Я раскаялась, я принимаю свою вину. Больше такого совершать никогда не надо. Задержали педагога спустя полгода, в феврале 2016 года. За время следствия выяснилось, что подобных эпизодов в учреждении произошло 9. Доказательная база собрана. Заседания по другим обвиняемым по этой же статье пройдут позже. На основании сложного предлагаю признать куратору Таисию Александровну виновные совершения преступления предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 1 миллион 600 тысяч рублей с рассрочкой выплаты. Основываясь на смягчающих обстоятельствах признания вины раскаяния в содеянном и помощь в раскрытии преступления, суд назначил обвиняемый штраф в 15-кратном размере от суммы взятки. Первокурсница должна заплатить государству 750 тысяч рублей. Яна Попова, Алексей Кусюмов, Местное время.